Александр Грин. Рассказ. Словоохотливый домовой. Я стоял у окна, насвистывая песенку о банне. Харнунг. Домовой, страдающий зубной болью, не кажется ли это клеветой на существо, к услугам которого столько ведьм и колдунов, что безопасно можно пожирать сахар целыми бочками? Но это так, это быль. Маленький, грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывший огонь. Мерно покачивая, не чёсанной головой, держался он за обвязанную щёку, стонал жалостно, как ребёнок, и в его мутных красных глазах билось страдание. Лил дождь. Я вошёл в этот заброшенный дом переждать непогоду и увидел его, забывшего, что надо исчезнуть. «Теперь всё равно», — сказал он голосом, напоминающим голос попугая, когда птица в ударе. «Всё равно тебе никто не поверит, что ты видел меня». Сделав на всякий случай из пальцев рога улитки, то есть джет-та-туру, я ответил. «Не бойся, не получишь ты от меня ни выстрела с серебряной монетой, ни сложного заклинания. Но ведь дом пуст. И ох, как, несмотря на то, трудно уйти отсюда!» — возразил маленький домовой. «Вот послушай, я расскажу, так и быть. Всё равно у меня болят зубы. Когда говоришь, легче, значительно легче. Ох! Мой милый, это был один час, и из-за него я застрял здесь. Надо, видишь, понять, что это было и почему. «Мои-то! Мои!» — он плаксиво вздохнул. «Мои-то! Ну, одним словом, наши. Давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор. Как ушли отсюда? А я не могу, так как должен понять. Оглянись! Дыры в потолке и стенах. Но представь теперь, что всё светится чистейшей медной посудой. Занавеси белы и прозрачны, а цветов внутри дома столько же, сколько вокруг, в лесу. Пол ярко натерт, плита, на которой ты сидишь, как на холодном могильном памятнике. Красна от огня, и колокочущий в кастрюлях обед клубит аппетитным паром. Неподалёку были каменоломни, гранитные ломки. В этом доме жили муж и жена, пара на редкость. Мужа звали Филипп, а жену Анни. Ей было двадцать, а ему двадцать пять лет. Вот если тебе это нравится, то она была точно такая. Здесь домовой сорвал маленький дикий цветочек, выросший в щели подоконника, изнобившийся годами земли, и демонстративно преподнёс мне. Мужа я тоже любил, но она больше мне нравилась. Так как не была только хозяйкой, для нас, домовых, есть прелесть в том, что сближает людей с нами. Она пыталась ловить руками рыбу в ручье, стукала по большому камню, что на перекрёстке, слушая, как он, долго затихая, звенит, и смеялась, если видела на стене жёлтого зайчика. Не удивляйся, в этом есть магия, великое знание прекрасной души. Но только мы, козлоногие, умеем разбирать его знаки. Люди непроницательны. Анне весело кричал муж, когда приходил к обеду с каменоломни, где служил в конторе. Я не один, со мной мой Ральф. Но шутка эта повторялась так часто, что Анне, улыбаясь без замешательства, сервировала на два прибора. И они встречались так, как будто находили друг друга. Она бежала к нему, а он приносил её на руках. По вечерам он вынимал письма Ральфа, друга своего, с которым провёл часть жизни до того, как женился, и перечитывал вслух. А Анне, склонив голову на руки, прислушивалась к давно знакомым словам о море и блеске чудных лучей по ту сторону огромной нашей земли. О вулканах и жемчуге, о бурях и сражениях тени огромных лесов. И каждое слово заключало для неё камень, подобный поющему камню на перекрёстке, ударив который, слышишь протяжный звон. «Он скоро придёт», — говорил Филипп. «Он будет у нас, когда его трёхмачтовый синдбаб попадёт в грез». Оттуда лишь час по железной дороге и час от станции к нам. Случалось, что Анне интересовалась чем-нибудь в жизни Ральфа. Тогда Филипп принимался с увлечением рассказывать о его отваге, причудах, великодушии и о судьбе, напоминающей сказку. «Нищета, золотая россыпь, покупка корабля и кружево громких легенд, вытканное из корабельных снастей, морской пены, игры и торговли, опасностей и находок. Вечная игра, вечное волнение, вечная музыка берега и моря. Я не слышал, чтобы они ссорились, а я всё услышу. Я не видел, чтобы хоть раз холодно взглянули они, а я всё вижу». «Я хочу спать», — говорила вечером Анне, и он нёс её на кровать, укладывая и завёртывая, как ребёнка. Засыпая, она говорила, «Филь, кто шепчет на вершинных деревьев? Кто ходит по крыше? Чьё это лицо вижу? Я в ручье, рядом с собой». Тревожно, — отвечал он, заглядывая в полусомкнутые глаза. Ворона ходит по крыше. Ветер шумит в деревьях, камни блестят в ручье. Спи и не ходи босиком. Затем он присаживался к столу кончать очередной отчёт, потом умывался, приготовлял дрова и ложился спать, засыпая сразу. И всегда забывал всё, что видел во сне. И он никогда не ударял по поющему камню, что на перекрёстке, где вьют из пыли и лунных лучей феи, замечательные ковры. Ну, слушай, немного осталось досказать мне о трёх людях, поставивших домового в тупик. Был солнечный день, полного расцвета земли, когда Филипп с записной книжкой в руке отмечал груды гранита. А Анни, возвращаясь от станции, где покупала, остановилась у своего камня и, как всегда, заставила его петь ударом ключа. Это был обломок скалы, вышиною в половину тебя. Если его ударишь, он долго звенит. Всё тише и тише, но, думая, что он смог, стоит лишь приложиться ухом, и различишь тогда внутри глыбы его едва слышный голос. Наши лесные дороги – это сады. Красота их сжимает сердце. Цветы и ветви над головой рассматривают сквозь пальцы солнце, меняющее свой свет, так как глаза устают от него и бродят бесцельно. Жёлтый и лиловатый и тёмно-зелёный свет отражены на белом песке. Холодная вода в такой день лучше всего. Анни остановилась, слушая, как в самой её груди поёт лес, и стала стучать по камню, улыбаясь, когда новая волна звона осиливала полустихший звук. Так забавлялась она, думая, что её не видят, но человек вышел из-за поворота дороги и подошёл к ней. Шаги его становились всё тише. Наконец он остановился, продолжая улыбаться. Взглянула она на него, не вздрогнув, не отступив, как будто он всегда был и стоял тут. Он был смугл, очень смугл, и море оставило на его лице остроту бегущей волны. Но оно было прекрасно, так как отражало бешеную и нежную душу. Его тёмные глаза смотрели на Анни, темнее ещё больше и ярче, а светлые глаза женщины кротко блестели. «Ты правильно заключишь, что я ходил за ней по пятам, так как в лесу есть змеи». Камень давно стих, а Анни всё ещё смотрели, улыбаясь без слов, без звука. Тогда он протянул руку, и она медленно протянула свою. И руки соединили их. Он взял её голову, осторожно, так осторожно, что я боялся дохнуть, и поцеловал в губы. Её глаза закрылись. Потом они разошлись, и камень по-прежнему разделял их. Увидев Филиппа, подходившего к ним, Анни поспешила к нему. «Вот, Ральф, он пришёл». Пришёл, да. От радости Филипп не мог даже закричать сразу, но, наконец, бросил вверх шляпу и закричал, обнимая пришельца. «Анни, ты уже видел, Ральф, это она!» Его доброе, твёрдое лицо горело возбуждением встречи. «Ты поживёшь у нас, Ральф! Мы всё покажем тебе и поговорим в сласть. Вот, друг мой, моя жена, она тоже ждала тебя». Анни положила руку на плечо мужа и взглянула на него самым большим, самым тёплым и чистым взглядом своим. Затем перевела взгляд на гостя, не изменив выражение, как будто оба равно были близки ей. «Я вернусь», — сказала Ральф. «Филь, я перепутал твой адрес и думал, что иду не по той дороге. Поэтому я не захватил багажа и я немедленно отправлюсь за ним. Они условились и расстались. Вот всё, что я знаю об этом. И я этого не понимаю. Может быть, ты объяснишь мне?» Ральф вернулся. Его ждали, но он написал со станции, что встретил знакомого, предлагающего немедленно выгодное дело. А те... Они умерли, умерли давно, лет тридцать тому назад. Холодная вода в жаркий день. Сначала простудилась она. Он шёл за её гробом, полуседой. Потом он исчез. Передавали, что он заперся в комнате с жаровней. Ну что до этого? Зубы болят, и я не могу понять. «Так и будет», – вежливо сказал я, встряхивая на прощание мохнатую немытую лапу. «Только мы, пятипалые, можем разбирать знаки сердца, домовые, непроницательные». 1923 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok